Тут другое. Сегодня можем поговорить на тему снарядов. Это тема снарядов, как агрегатор, очень хорошо показывает реальное положение дел. Ну, смотрите, сейчас среднее количество выстрелов в артиллерии российских в сутки составляет 15 тысяч. Бывает подпрыгивания до 20-25 на направлениях основных ударов и так далее. Бывает до 10 тысяч в сутки. Это напоминаю, что ноябрь-декабрь 20 тысяч в сутки это были нормы и никаких там ограничений не шло. А, например, при взятии Северодонецка и Лисичинска 45-60 лупили РБУ. Даже не этот самый. Вообще весь март, апрель, май, июнь и полиюля они стреляли спокойно 45-60 тысяч снарядов в сутки. Упало в три раза. У них грандиозная проблема со снарядами. Грандиозная. А учитывая, что в России, в российской армии, в советской модели артиллерия это основной ударный компонент при проведении всех операций, на авиации является вспомогательным, то рушится вся модель войны. И мы видим по смене тактики, что эта модель давно сменилась там, где раньше летели снаряды, теперь бежит пехота со всеми вытекающими потребностями. Теперь возникает вопрос, могут ли они быстро восполнить, например, с белорусских складов, откуда они так вывезли 100 тысяч, не меньше, например, заставив работать свой ВПК из всех сил и так далее. Это вопрос открытый, но я думаю, что у них будут большие проблемы с этим, реально большие проблемы. А вот теперь мы слушаем, что говорит Запад у нас. Ну, например, немецкий концерн «Рейнметалл», который один из производителей «Леопарда» сегодня заявил, мы планируем значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов. Можем производить 240 тысяч танковых боеприпасов в год к танковым пушкам, и это больше, чем нужно всему миру. А вот мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450-500 тысяч в год. В год. Да. Это только один концерн. А до этого во всей Европе 300 тысяч в год производилось всего, и в Америке где-то 260 по их же заявлениям. Американцы перед этим заявили, мы не успели обсудить, но это было пару передач назад, и их было заявление о том, что они готовы увеличить на 600%, вроде как-то так звучали, производство снарядов. В общем, как это, мир сообразил, с чем и как имеет дело, а вот российская армия, российская сторона перед очень неприятной альтернативой оказалась. Они в короткие сроки, реально в короткие, несколько месяцев, могут поменяться местами с украинцами, ситуация, которая была в мае, июне и июле, когда они могут отвечать 10 тысячами снарядов в сутки, например, а по ним летит СКОМ и 50, 40-60, по крайней мере, в отдельных местах на направлениях главных ударов, или контрударных. А вот что делать с такой моделью, российская армия вообще так воевать не умеет. Она умела брать себя массовостью, и эта знаменитая фраза Сталина, количество само по себе уже есть качество. Но и массу нужно уметь применять, что у них далеко не всегда удается. А вот как воевать в меньшинстве, да против технологически превосходящего противника, они не умеют от слова вообще. Это для них дорога в один конец. И решение Запада, подобное заявление, вся эта маховик, который вращается, он как бы раскручивается, он ведет к этому. К тому, что российская армия может оказаться в технологическом меньшинстве не только качественно, но и количестве. Ситуация, с которой они вообще не знают, что делать. У них нет ни соответствующих моделей для работы, ни тактики, ни организационных решений, ничего. И, заметим, у них нет возможности резко нарастить производство боеприпасов. Вот такая история. Опять же, танковый парк. Ну, как бы, фактически, по состоянию группировки вторжения, там было 3200-300 танков. А Генштаб наш докладывает, что мы уничтожили 3200, условно говоря. Мы уничтожили всю танковую группировку, которая была у всей российской армии практически на момент вторжения, на момент 24-го года. Они поднимают сохранение, например, на хранили 15 тысяч танков у них находятся в Российской Федерации. Но поднять они могут сохранение, ну, процентов 20, то методом каннибализма. И качество их сомнительно, и время подъема сомнительно. Ну, представим себе, произошло невероятное, и они поднимут за год еще 3000 танков. Ну, во-первых, за год все может закончиться, могут не успеть. Во-вторых, мы же понимаем, что когда мы уничтожили 3000 танков, будучи менее технологически вооруженными, то сегодня или с каждым новым Рамштайном уничтожать эти драндулеты, которые они поднимают с хранения, гораздо легче. И так далее. То есть, спалить их еще 3000, и никаких проблем нет. Второй главный ударный компонент, танковое подразделение, тоже находится в критическом состоянии. Сейчас не является исключением ситуация, когда танковый батальон состоит из 10, а то и 15, 10 танков, вместо 30. Не является исключением, когда, ну, даже по механизированным войскам, там, например, в батальоне вместо 30 БТР, 15 или БМП, 15 или 10. А по некоторым данным, тут надо еще проверять и проверять, у них начали исчезать танковые единицы. То есть, в войсках, ну, могут быть ситуации, например, но в восстановленной или сформированной механизированной бригаде нет танкового батальона, а есть только танковая рота, например, или вообще ничего нет. Субтитры создавал DimaTorzok